В эфире программа «Парламентский вестник». С вами Кира Рогожина. Здравствуйте. Работа Краевой Думы набирает обороты. Вторая планерка нового созыва и уже серьезный задел на ближайшее время. В комитетах готовятся к большому заседанию, которое назначено на конец месяца. На повестке как изменения в действующие законопроекты, так и новые инициативы. Впрочем, обо всем по порядку в ближайшие четверть часа. На Ставрополье возможно появится новый городской округ – Кировский. Законопроект об объединении поселений муниципалитета поступил в Краевую Думу. Сейчас его прорабатывают в соответствующем комитете, как и изменения в главном финансовом документе на этот год. Корректировка предстоит и доходной, и расходной части бюджета. «Главным образом рост доходов планируется по акцизам на алкогольную продукцию с товаропольских товаропроизводителей на 626 миллионов рублей. Это плата акцизов на нефтепродукты, которые являются источниками формирования Дорожного фонда Края на 1 миллиард 180 миллионов рублей». Предстоит разобраться депутатам и с приветом из прошлого. Вот уже несколько лет в региональном парламенте находятся два законопроекта о детях войны. Внесены они разными фракциями, но в целом идентичны. Как прозвучало, пришло время посмотреть на них свежим взглядом. «Для реализации такого закона на региональном уровне потребуется около 2 миллиардов рублей. Нам, я думаю, следует более целенаправленно и активно просить, требовать или настаивать перед Федеральной думой, Федерального собрания, чтобы этот закон, который там находится, внесен, имел бы федеральное значение». «На сегодняшний день, по данным Министерства труда социальной защиты, имеют право получать эту льготу только 43 тысячи жителей Ставропольского края. То есть сумма там не такая астрономическая, если начинать, скажем, со 100 рублей и более до 1000. То есть в этом вопросе надо еще раз проработать. И все говорят о том, и в том числе дети войны, что нужно придать только статус. А потом уже будем разговаривать о финансовом положении». «Давайте мы, наверное, еще раз соберемся, может, все вместе объясним людям, да, все вместе, Юрий Афанасьевич, Геннадий Вадимович, коллеги, что мы можем в данный момент сделать. То есть она ничем не подкреплена, то есть, спросите, удостоверение. Ну, может, мы не будем людей, мнение, Виктор Иванович, на самом деле, мнение, оно обсуждаемо. А так вот давайте все, все партии вместе соберем». И еще к дням минувшим в комитетах остаются законопроекты, которые в свое время отправили на доработку депутаты прошлого созыва. Что с ними делать, парламентарии нового пока не определились. «Наши коллеги с пятого созыва, они уже не являются субъектами законодательной инициативы, и эти проекты не отклонены, и в то же время как бы находятся в работе. Думаю, будет правильно, если мы найдем решение этого непростого вопроса». Обсудили депутаты итоги Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая прошла в Москве. В ее рамках было подписано 6 соглашений на общую сумму около 20 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит не только нарастить объемы производства в сельхозотростлях края, но и создать дополнительно около полутора тысяч рабочих мест. «Я прошу еще над этими вопросами поработать, естественно, отметить тех людей, которые у нас участвовали в выставке, ну и взять на контроль выполнение тех договоров и соглашений, которые были подписаны на выставке сельского хозяйства». Еще об инициативах. Палитра Ставропольских такси возможно расширится. Вместе с «Желтыми» по улицам будут ездить белые авто. Краевые депутаты планируют внести изменения в Краевой закон о безопасности легковых перевозок. Тем временем в Госдуме определились с кадровыми вопросами. На прошлой неделе состоялось первое заседание нового седьмого созыва. Сразу четыре депутата от нашего края заняли ключевые посты в различных комитетах. Так, Ольгу Тимофееву «Единая Россия» выдвинула на пост главы комитета по экологии и охране окружающей среды. Михаил Кузьмин претендовал на должность заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Под зампреда Федерального думского комитета по культуре предложили Ольге Казаковой, а кресло заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Алексею Лавриненко. В итоге все четверо утверждены на предложенных постах. Комитет, наверное, один из самых больших аграрных комитетов, 27 человек. Планов много, конечно, в голове. Идеи, масса, как их воплощать, будем смотреть. Здесь хотелось бы все-таки большое внимание обратить на социалку села. Села они тоже должны достойно иметь и образование, и культуру, и дороги. Один из больших вопросов, которым надо бы заниматься, с моей точки зрения, мы должны помочь реализовать культурские продукции, которые выражены на своих подморьях. Президент отметил, что основными направлениями для нас, конечно же, являются образование, здравоохранение, ЖКХ. Это как раз то, что совпадает с интересами моих избирателей. Задача, чтобы максимальное количество программ федеральных, которые будут с финансированием в бюджете, чтобы мы попали в Ставрополье в эти программы. Будем двигаться, будем отбивать интересы Ставропольского края. В следующем году это год экологии. Тема крайне важная. И смысл и логин, который мы называем, пора прибраться в Россию. Сегодня он актуален, на самом деле, как никогда. И мы с ним будем работать в ближайшем году. После с депутатами от Ставрополья в Государственной Думе встретился губернатор Владимир Владимиров. Глава края поздравил земляков и отметил, что такие назначения говорят о профессионализме ставропольских избранников. Владимир Владимиров обозначил основные темы, которые, по его мнению, требуют особого внимания думцев. Среди них порядок в земельных отношениях и организация личных подсобных хозяйств. Есть и частные вопросы. Покупка медоборудования в новую поликлинику в юго-западном районе Ставрополя. Строительство спортивных площадок и перераспределение налогов. Нельзя, чтобы регион был забыт при этом очень важном событии. Потому что финансовая стабильность региона – это залог успеха каждого жителя региона. И самое главное, мне кажется, что сегодня и я, и депутаты, да в общем-то, наверное, все люди понимают, что не может быть так у нас в Ставропольском крае. Что выборы закончились и как будто бы он до следующих выборов только живет. А вот Ставропольская Краевая Дума решила, кто будет ее представлять в Совете Федерации. Этот вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента в четверг. Еще раньше на этот пост выдвигали экс-губернатора края Валерия Гаевского. Во время тайного голосования его кандидатуру как сенатора единогласно поддержали все присутствующие на заседании депутаты. Журналистом Гаевский напомнил, что имеет большой опыт работы в краевых и федеральных органах исполнительной власти и чувствует уверенность в своих силах на новой должности. Понятно, что законодательная работа несколько отличается от прежней. Но работая в федеральном правительстве, я не раз, выполняя поручения, представлял законопроекты в верхней и нижней палате парламента, хорошо знаю коридоры и думаю, мне не понадобится много времени, чтобы войти в курс дела. Место же Валерия Гаевского в Краевой Думе, скорее всего, займет единоросс, главный нейрохирург края, главврач Ставропольской клинической больницы Ростислав Можейко. Его кандидатуру утвердили на полицовете регионального отделения партии. Говорить о его активной партийной работе, о его активности, сами цифры подтверждают. Региональная группа, в которой он избирался в состав Думы Ставропольского края, набрала практически максимальный рейтинг, это 57%. Это определенные обязательства, еще раз подчеркну, перед теми, кто голосовал, перед теми, кто проживает в этом крае, независимо от их выбора, партийного, личностного. Это определенные обязательства, это впереди большая, кропотливая работа. Я расцениваю именно в этом аспекте. Пока еще Можейко не депутат. Его кандидатуру должны утвердить в Москве. Если там дадут добро, мандат он получит на одном из следующих заседаний Краевой Думы. Редактор субтитров А.Семкин